добрый день это финансы light рубрика деловой этикет и я елена климачкова тренер-консультант по этикету расслабим лицо сделаем голос тише а походку медленнее постепенно подражение внешнему преобразится и внутренняя римский философ синека сегодня мы поговорим об этикетных правилах общения в условиях конфликтов и сложных жизненных ситуациях не секрет что мир проживает стрессы чаще чем обычно с февраля 2022 года многое изменилось процесс общения и коммуникации в современное время непрерывен если только мы не уходим от шельничества и сейчас все чаще градус общения зашкаливает как же понизить этот градус достойно и экологично одномоментно общаясь мы обмениваемся информацией на вербальном и невербальном уровне кроме того мы обмениваемся эмоциями они имеют абсолютно разный окрас общение в конфликтных сложных и критических ситуациях имеют определенные особенности первое на уровне слов невозможно договориться второе почти не работают символы статуса они могут даже стать раздражителями третье эмоции вибрируют и абсолютно зашкаливают но это единственное на что мы можем повлиять то есть на эмоции если человек находится в конфликтной ситуации значит стрессовое состояние неизбежно важно если сейчас стресс выше ватерлинии то сначала надо выйти состояние этого а потом думать что делать дальше рекомендации первое признать что у меня стресс второе помогите своему телу если реально тяжело с точки зрения физиологии прям потрясывает то срочно уделите внимание этой самой физиологии идите гулять если нет возможности гулять постойте на балконе сходите в баню пробить и дрова сходите в спортзал сбалансируйте свое питание и сон третье не оставайтесь один делитесь своими чувствами и эмоциями с другими четвертое следите за окружением не стоит много общаться с теми кто сам в сильном стрессе найдите тех у кого холодная голова и чистый ум пятое если есть ресурс можете сейчас кому-то помочь помогите от этого тоже становится легче и помните у бога нет других рук кроме наших шестое вспомните как вы сами проходили самые стрессовые ситуации своей жизни седьмое рассмотрите и продумайте как самая плохая ситуация может дать вам новые возможности восьмое мозг нужно перевести из проблем перестаньте обсуждать все что плохо и кто виноват в рамку решений что нужно сделать 9 сделайте этот самый первый шаг этикетные навыки это как мягкая сила цивилизованного человека как же их использовать в конкретной ситуации первое уважение золотое правило этикета гласит уважайте достоинства другого человека уважение одна из важнейших нравственных установок личности без вежливого отношения друг другу конфликты неизбежны люди будут лишь винить своих неудачах окружающих и не задумываться о справедливости своих упреков второе контроль за словами это играет огромную роль в разных ситуациях и разных обстоятельствах слова могут иметь разное трактование пожалуйста осторожнее с этим третье помните про уместность благодарность деликатные уместные комплименты умение попросить прощения и прощать четвертое несомненно чувство такта а также чувство дистанции как словом так и делом помните что ваше физическое состояние прямо влияет на внутреннее поэтому в сложных конфликтных ситуациях следите за осанкой и дыханием дыхание должно быть ровным дышите не задерживайте дыхание в таких ситуациях это копит агрессию если вы чувствуете комок солнечном сплетении то нужно выдохнуть расслабиться и очень важно говорить на выдохе усмирите свою агрессию во внешнем ее проявлении пусть ваши мимики и жесты будут спокойными речь ваша пусть будет грамотной и помните что интонация определяет контакт завершение своего выпуска также процитирую римского философа синека сделай первый шаг и ты поймешь что не все так страшно желаю всем нам достойно и спокойно выходить из непростых ситуаций с уважением к своему достоинству и достоинству другого человека с вами была елена климачкова смотрите финансы light и рубрику деловой этикет на рбк до встречи м 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